Привет, солдаты! Мы с вами в лесу, а это означает то, что настало время выживать. Вам уже может быть известно, что для того, чтобы выжить в лесу, достаточно одного охотничьего ножа. Но у этой прелестной штуковины есть и свои минусы. Взять, к примеру, хотя бы его размер. Да как же тогда быть, спросите вы, если нож с собой таскать нельзя, а во всеоружии быть хочется? Ответ крайне прост, друзья мои. Нам с вами пригодится многофункциональный набор, в котором есть все, от ножа до плоскогубцев. С Алиэкспресс, само собой, от компании Free Soldier. Трудно сказать, хорош ли этот набор, и стоит он своих денег, если просто на него смотреть. Хотя, мне кажется, выглядит он довольно красиво. Но, тем не менее, давайте его испытаем в действии. Вот так вот выглядит комплектация нашего набора для выживания, а именно сам наборчик, набор отверток и чехол. Начать обзор я хотел как раз таки с него, потому что здесь есть о чем рассказать. Чехол сам по себе очень качественный, не видно никаких засечек, никаких проблем, которые часто бывают с китайскими товарами. Но, в этот раз, увы, нет. Здесь все очень круто и прям очень-очень здорово. Материал, из которого изготовлен чехол с внешней стороны, очень прочный, очень крепкий и легко держится в руке. Сделан он для того, чтобы он не выпадывал, ну и не повреждал наш набор внутри. Если говорить о внутренней составляющей, то здесь все с точностью наоборот. Материал здесь мягкий, такой приятный на ощупь. Сделан он таким, чтобы наш нож не царапался и чтобы не возникало никаких зацепок, когда мы его достаем. То есть наш набор из внутренней части чехла. Кому-то может показаться, что чехол это маловажная деталь. А зря. Ведь уникальность многофункционального набора в том, что его можно носить постоянно с собой. Ну, а где вы это будете делать, если не в чехле? В кармане? Не, не пойдет. А в данном чехле крепления исполнены идеально и могут крепиться на любой поясной ремень. И самая главная фишка в том, что ремень при этом не нужно снимать. Все эти особенности придают нашему многофункциональному набору намного больше мобильности. Мы можем сразу же, не запариваясь, просто достать его и начать им пользоваться. Раз, два. Очень просто. И в то же время мы можем с легкостью передать его нашему товарищу, например. При этом, опять же, не снимая пояса. Так просто раз, два и сняли. Вот он. Делаем с ним все, что хотим. С чехлом все ясно. Давайте перейдем непосредственно к саму набору. Как я и сказал ранее, в самом наборе у нас находятся 9 инструментов. Первый, который попадается на глаза, это, конечно же, плоскогубцы. Просто раздвигаем пополам и получаем плоскогубцы. Этот инструмент исполнен довольно хорошо. Видно острые зубчики. И металл, на ощупь, тоже довольно прочный и прикольный. Видно, что данный инструмент не сломается после нескольких подходов работы. А наоборот, прослужит очень долго. Также хочу отметить насчет того, как он сидит в руках. Здесь и здесь, в общем, по всем сторонам, есть некие зазубринки, которые прям позволяют ему сидеть хорошо и не соскальзывать ничему никуда. И, в принципе, вот и все плоскогубцы. Пружинка. Все очень круто, все очень здорово. И если понадобится. А плоскогубцы бывают всегда нужны. Что-нибудь выпрямить, что-нибудь оторвать или загнуть проволоку как-нибудь. Это очень полезно и очень круто. Очень здорово иметь такую вещь у себя в кармане. Дальше у нас идет оставшиеся 8 инструментов. 4 с этой стороны и 4 с этой стороны. Ну, давайте начнем с левой, потому что здесь более-менее классика. Здесь у нас сразу же в первую очередь достается нож. Да, вот эта вот зазубринка, она является неким, так сказать, фиксатором для того, чтобы можно было легко вынуть наши инструменты из, так сказать, основного корпуса. Также я хочу обратить особое внимание вот на этот инструмент фиксации. То есть ни при каких условиях, ни при каких возможностях наш нож обратно не уйдет. Это говорит о безопасности, что очень важно, потому что наши инструменты острые, очень острые. И, ну, блин, безопасность это всегда хорошо. Из фиксации работает очень просто. Высунули нож и все, он не уйдет обратно ни при каких условиях. Только если когда вы захотите, просто вот этот зубчатый, так сказать, затвор отправляем назад. И только тогда, и только тогда наш набор уйдет в исходное состояние. Ну, поехали, поговорим о ноже. Длина самого лезвия составляет 5 сантиметров. Оно достаточно острое и, думаю, подойдет для всех тактических и стратегических целей. Вот так вот остро и опасно выглядит наше лезвие. Оно очень крутое и исполненное из нескольких металлов. Увы, сплав уточнить не могу, но то, что оно не заржавеет и не сломается, это гарантия. Также его затупить довольно трудно. Я, между прочим, уже это попробовал. Ну, хватит болтать. Давайте испытаем его в детстве. Я думаю, вы видите, насколько быстро, насколько легко у меня получается заточить эту деревяшку. И, думаю, я управлюсь этой задачей очень быстро. Вот такое полноценное копье у меня получилось сделать с помощью этого ножа от Free Soldier. И, я думаю, оно получилось достаточно острым, чтобы что-то проколоть или использовать как полноценное метательное копье. Других способов демонстрации острия этого лезвия я придумать не смог. Ну, может быть, разве что бумага. Но бумаги у меня под рукой не оказалось. Ну, вот он листик, если хотите. Видите, надрез получается очень ровным и очень, так сказать, легко продирается наш листик из-за того, что лезвия действительно очень острая и даже немного опасная. Так, поехали дальше. С ножом, я думаю, мы закончили. Больше рассказывать про него особо нечего. Следующий инструмент в этом наборе – это, естественно, открывашка. Легко поддевается здесь ноготком и достается. Ну, и можем открыть, там, друзьям, лимонад или еще чего-нибудь. Дальше – это шило. Да, также может поддеться ноготком. Абсолютно все инструменты, у которых нет вот этой вот боковой зацепочки, имеют, так сказать, вот этот вот поддеватель для ногтей и их легко достается. Вот, обыкновенная стандартная шила для того, чтобы проделывать дырки, например, в поясах кожаных. Ну, и последний, но немаловажный с этой стороны инструмент – это, конечно же, ножницы. Очень здорово они достаются и очень легко активируются. Просто достали и все. И очень удобно держать, кстати говоря, можем порезать ими вообще все, что угодно. Но у меня, увы, как всегда, с собой под рукой только листва. Ну, я думаю, тоже неплохая демонстрация, насколько эти ножницы легко порежут листик. И даже обычные ножницы, я думаю, с такой задачей бы не так легко справились. Так что ножницы исполнены из того же сплава, что и весь наш набор. И они имеют право быть уважаемыми и также легко застегиваются с помощью нашего, так сказать, запускного механизма. Справа у нас целых два вот этих вот, так сказать, помощника, которые помогают нам достать инструмент из нашего набора. Это, я бы сказал, две пилы. Но это, на самом деле, не совсем пила. Вот это определенно пила, а это немножко другого вида нож. Он просто с зубринками. Ими легко отрезать, там, допустим, прутики или что-то, что не нужно вам. Сказать, некого рода разделочный нож. Но, естественно, они могут доставаться как вместе, так и по отдельности. И кто знает, какое применение сможете придумать им именно вы. В моем же случае применение инструмента должно быть крайне очевидным. И если это пила, значит, она должна пилить. Ну и давайте же проверим, насколько наша пила из набора Free Soldiers может справиться со своей задачей. Суперстандартная ситуация. Допустим, у вас есть деревяшка, которую вы хотите использовать для костра, но, увы, сил не хватает для того, чтобы ее разломать пополам, прям в таком виде, какая она есть. Поэтому ее нужно подпилить. Проверяем, насколько хорошо наша пила работает. Наша пила со своей задачей справилась на ура. Что очень важно, то что на ней нет никаких видимых повреждений. И она даже ни капельки не загнулась, несмотря на то, что я пользовался ей как полный уволень. И она довольно прочная, как уже было сказано ранее. И думаю, она прослужит вам не менее, чем какой-нибудь швейцарский нож. У второй пилы, так сказать, или того самого разделочного ножа, как я его называю, найдутся и свои применения. Например, обстругать сучки. Задача для обычного ножа действительно не из простых. Но этот, этот, джубчиками, справиться с ней на раз плюнуть. И наша вот эта обзяблая ветка приобретет свой красивый вид буквально за пару секунд. Все, чистая палка готова. Не знаю, правда, какое именно у этой палки применение. Но функция данная очень может пригодиться в природе. После работы свои качества ни один инструмент не теряет. Это очень хорошо и говорит о качестве данного бренда. А также здесь есть еще один ножик. Применение, опять же, этому ножу можно придумать массу. Например, продеть сюда нитку, проткнуть какую-то ткань. И дальше использовать так же, как, например, шило. Или какую-то уже непосредственную иглу. И последний, девятый инструмент, который также прячется с этой стороны. И достается он сначала. Нужно достать пилу, пилу спрятать и достать вот эту штуковину. Ну, сначала я подумал, что это открывашка. То есть, как бы вторая открывашка. Зачем она? Или, может быть, толстая шила? Но нет, ребята. Наконец-то настало время рассмотреть еще один элемент нашего набора. Это набор отверток. И делается это очень просто. Здесь у нас 11 видов отверток. Прямо под все виды шурупов, по все виды винтов. Все, что нужно настоящему мужику. Делается это очень просто. Берем вот этот переходник, который является универсальным, насколько мне известно. Надеваем сюда. Берем, допустим, крестовую отвертку. И всовываем даже в соседние отверстия. И получаем полноценную отвертку. Это безумно удобно, ребята. Ну, просто вспомните, сколько раз в жизни случалась такая ситуация, что нужно где-то что-то достать, где-то вывинтить, где-то привинтить, где-то забрать, где-то привинтить. И у вас нету отвертки. Вообще, как часто у вас не было отвертки, когда она была нужна? А если вы будете носить с собой этот напор, в чехле у вас будет 11 видов отверток, и вы в любой момент сможете что-нибудь починить, открыть, перевинтить и так далее. Очень важно отметить то, что так просто она не слазит, ни вправо, ни влево не елозит. Она очень зафиксирована и очень хорошо держится здесь. И нужно приложить какие-то прям вот посильнее усилия, чтобы достать его. Потому что там есть с обеих сторон механизм, так сказать, магнитный механизм, который удерживает наш металл вместе. И это безумно удобно и говорит, опять же, о качестве исполнения. И мне это очень, например, нравится. Ну, вот так вот весь целиком и полностью выглядит этот набор. Думаю, про каждый элемент я вам достаточно подробно рассказал. Свои эмоции потрясающие просто, потому что я игрался с ним весь день и качеством исполнения очень доволен. И спросите меня, стоит ли он своих денег? Да, определенно стоит. Весь набор вы получаете за 28 долларов. И это вау! Вау! Потому что я собирался покупать себе перочинный ножик от швейцарской компании. Он стоил 6 тысяч рублей. 6 тысяч рублей! Где 6 тысяч рублей и где нож за 28 долларов? Который по исполнению, я бы сказал, даже и по уникальности своей намного лучше. Ну что ж, скажу еще раз, что данной покупкой с Алиэкспресс от компании Free Soldier я очень доволен. Это стоит своих 28 долларов и это прослужит вам очень долгие года. И если вы настоящий мужик и хотите порадовать себя настоящим мужским подарком, ссылка для вас есть в описании. Бегом на Алиэкспресс, покупайте его и радуйтесь. Ну и также, девушки, помните то, что вот этот подарок для вашего мужчины вот такой. Точно лучше, чем носки. Что ж, не забывайте ставить лайк этому видеоролику и подписываться на мой канал. С вами был я, Виа Числав, или же просто Виа. Пока-пока-пока, друзья. Пау! Вперед выживать вместе!